Анастасия Настя спрашивает Какой аромат самый любимый или очень нравится, у меня нет любимых духов, серьезно, мне нравится аромат клубники Вот, это прям, да, прям И еще запах абрикос Варя Чернова спрашивает, твой любимый блогер? Ну, я, в принципе, список вам уже рассказала, своих любимых блогеров, рассказала Единственное, что хочу добавить, я забыла еще, знаете кого? Света Daydreamer, я люблю ее стримы, серьезно, я смотрю ее стримы, и мне она очень нравится Машу Новосад посматриваю периодически, ну, как бы так, ну, не все сразу ролики, но периодически смотрю, да Твоя любимая вкусняшка? Соленая рыба, вяленая рыба, для меня это вкусняшка На момент съемки сколько у тебя подписчиков? Сейчас глянем, подождите, здесь компьютер 14604 И Варе, я передаю тебе привет, так как ты попросила Милена Сулейманова просит передать привет, привет И вот эти вот два моих любимых вопроса, сколько мне лет? Ну, это мы все всегда выясняем в личке, я просто не люблю все это на публику выносить Либо я округляю, говорю там, что у меня 22, там где-нибудь, вот так, короче А по поводу парня, вы и так все поняли, серьезно, вы и так все поняли Вероника Хабло, я здесь, я правильно твою фамилию прочитала, серьезно Наташка, ты смотришь таких блогеров, как Ивангай и Марьяна Ро, Мамикс? Нет, ну, Ивангай и Марьяну я смотрю, честно, да То есть, Ванин ролик я, конечно, не все видела, честно скажу Марьяну, да, смотрю Мамикс, мне не очень подходит контент Некоторые ролики видела, но я не очень такое люблю Передай привет Саше, Сахончик и тебе Ну, Вероника, тебе тоже привет Лиана Харюлина спрашивает, пончик или пирожное? Пончик, кофе или чай, кофе? Монтировать видео или снимать? Монтировать, скорее всего Потому что, когда снимаешь, я не знаю, я как-то иногда даже стесняюсь сниматься Вот, серьезно говорю, ну, а вот монтировать как-то Так, кто твой любимый блогер? Ну, уже об этом говорили много раз Еще раз повторюсь, что смотрю Шпагину, Дэд Риммер, Новосад Ой, как же я про Свасти Джи-то забыла Свасти Джи и вот Катя Клэп Ну и привет Лиане тоже передаю Виктория Малаховская спрашивает Ну, это обычные вопросы, уже отвечали Когда у тебя был создан канал? Декабрь 2014 года Ты делаешь сигны? Да, я делаю сигны с копом Я пишу у себя в ВК на странице Типа, ребята, тра-та-та Ну, либо за репост, честно скажу За репост, как бы, да Потому что, если я не говорю, типа, ребята, давайте без просто так Кто пишет там, фамилии пишите Сигны доходят до 40 штук То есть, представляете, сколько это много Тем более, что сигны я отрисовываю То есть, я не просто пишу имя на листочке Я именно отрисовываю их Чтобы потом никто их не копировал Ну и плюс вам так приятнее их получать Ну, как бы, вот Ну и на всякий случай Вика, тебе привет Также привет Насте Королёвой Я не нашла твой вопрос, как бы... Юлия Хартанова спрашивает А, проще также передать привет То есть, всё нормально у нас В каком городе ты живёшь? Это Москва Дианка Катёнова спрашивает Твой рост? 163 Передай, пожалуйста, привет Да, и привет тебе, Диана Эльвира Батькаева спрашивает Сколько у тебя было телефонов? Надо посчитать Их было очень много Их было... 14 14 разных телефонов Это не обязательно айфоны И даже кнопочные были И на две симки были Чуток не было, на самом деле Ксюша Чучо спрашивает У тебя есть брат или сестра? У меня никого нет И чему я, кстати, очень рада Так, второй вопрос Мы все уже всё знаем Решили с этим Третий вопрос В каком классе ты учишься? К счастью, ни в каком Передай привет Ксюша, тебе привет София Сокарева спрашивает Много... Много ли ты сидишь в интернете? Да, очень много И я практически не выпускаю телефон из рук Ну, когда нету компа, например Вот, да Много Полина Саитова спрашивает Твоя страна? Россия Есть ли у тебя домашнее животное? Да, у меня... Я уже об этом говорила У меня попугай, кот и рыбы Куда ты ездила в 2016 году? Я не выезжаю сейчас практически никуда Потому что у меня нет времени и нет возможностей Я сейчас снимаю видео И надеюсь, что когда-нибудь куда-нибудь поеду И привет тебе, Кристи Вика Тихоненко спрашивает Во сколько у тебя была первая любовь? Первая любовь у меня была в пятом классе Ева Корнеева спрашивает Так, сколько мне лет? Выяснил этот вопрос Собираюсь ли я выпускать новый формат? В принципе, да Но, как бы, это видеоблог То есть тут я просто показываю что-то В принципе, я и так показываю что-то Я не знаю Я хочу... Очень давно хотела делать свое шоу До того, как это было майнстримом И стало майнстримом И сейчас, не знаю Видите, как в Big Russian Boss Ларин что-то там выпускает В Дути и так далее Ну, как-то... Ну, было бы, конечно, круто Вот И привет тебе, Ева Оленька Балычева Спрашивает Привет, привет А что ты любишь делать, когда тебе скучно? Читать и кататься на машине Хотя у меня нет понятия такого тоже Дарья Чепелева спросила Очень интересный вопрос Как лучше зарабатывать? Так как мы сейчас живем в эпоху интернета Очень много профессий связаны с компами С IT-технологиями С интернет-маркетингом С SMM Я считаю Ну, это лично мое мнение И у кого тут какой склад мозга Что нам гораздо проще Гораздо интереснее зарабатывать С помощью интернета То есть, это не обязательно Сидя дома, вы там что-то сидите Там делаете Нет Либо вы программист Либо вы маркетолог Либо вы соошник Либо вы делаете какой-то проект Либо вы продукт-менеджер То есть, все, что связано с этим Интернет очень сильно развивается Вы все прекрасно об этом знаете И я тоже так подрабатываю Я занимаюсь интернет-маркетингом Кроме канала И я знаю, что будущее Всегда будет за интернетом Виктория Ванеева спрашивает Ты считаешь, что ты похожа на Сашу Спилберг? Серьезно? Ну, девочка удалила свой ВК Как бы Я, конечно, в любом случае отвечу на вопрос Несмотря на то, что ВК удален у тебя Я не считаю, что я похожа на Сашу Спилберг Виктория, привет тебе Ребекка Савченко спрашивает У тебя есть парень и как его зовут? Ну и привет тебе Соня Лена спрашивает Как ты училась с 1 по 4 класс? Ты была за все четвертяты Это единственное, когда... Ну, вернее, по 5 Единственное, когда я училась хорошо Это с 1 по 5 класс И передаю тебе привет, Соня У меня есть еще брат с сестрой Ну, они оба задали вопросы Я вот теперь эти вопросы ищу, короче Вопрос для рубрики Вопрос-ответ Почему ты хочешь приехать в Белик? И если не трудно, передай привет Мне и Дарью Майру Я хочу сказать, что у вас очень крутая фамилия Серьезно, мне нравится Может мне свои тоже поменять так Белик это Беломорск Это очень красивый город на самом деле Я просто знаю, как там красиво Я, если честно, хотела поснимать там влоги Тупо поснимать влоги И все Так, и вот Дарья Котик Она же Дарья Майра Тебе нравится у тебя в городе? Ну, как бы нет Я просто хочу честно вам рассказать Что жить стало сложнее Поставить машину негде Все дорого Люди хамовитые и злые Сама архитектура города красивая Спорить не буду Пофоткаться можно Там много мероприятий Много всего интересного Тут как бы грешить на город глупо И возможностей много Но их нужно правильно применять Чтобы эти возможности стали Вашими такими Вашими личными возможностями Даже так скажем Расскажи о детстве Просит Валерия Тарасенко Лера Детство я не очень люблю вспоминать Вернее, даже совсем не люблю Потому что Мне было невозможно Заниматься тем, что мне нравится Меня никто не понимал Единственные плюсы были Путешествия Я объездила почти полмира И Радио Потому что Я пришла работать на радио В 12 лет Вот И я это считаю детством Для меня 12 лет Это детство Для меня детство Это до 18 То есть Я вот такой роман Я к чему просто хочу Вам это объяснить Рассказать Что когда-нибудь Я возможно расскажу о детстве Но Как-то Знаете Я не решаюсь Потому что Ну не то, что даже не решаюсь Дело в том, что Я его так не люблю вспоминать И никогда не вспоминаю Я не бываю даже в том месте Где я родилась Наверное, в Москве тоже Но Я стараюсь редко ездить Чтобы вот эти события Память там Все вот этого Такого не было Так Еще один вопрос У нас остался такой Прям большой-большой Уже я когда тормознула Эти вот вопросы Чтоб не спрашивали Катя Кузьмина решила Все равно задать вопрос Так Ты растешь Годы прибавляются Ну как бы Пусть прибавляются Я-то Я-то не против Мне все равно А что будет Когда тебе надоест Снимать видео Вести канал Как может надоест То, что Тебе нравится И то, чем ты живешь Канал занимает 90% всего Что творится Сейчас в моей жизни То есть Это не обязательно Съемка видео Это монтаж Знакомство Поездки Разговаривать о съемках Там еще что-то Еще что-то Скорее всего Если моя аудитория Будет расти вместе со мной Ну в плане Не количества подписчиков А в плане С возраста Короче Вот Ну значит Будет другой Чуть-чуть формат Я просто не знаю Какой будет формат дальше Будет ли так Настолько популярен Ютуб Скажем Через 5 лет Но в течение 5 лет Я в любом случае Буду снимать Поэтому Чего вы паритесь И вы все равно Все За это время Успеете вырасти И вряд ли Вот те вот Люди Которым сейчас По 15 лет Вряд ли они будут Смотреть меня в 20 Например Кто знает Я вообще ничего Никак бы не загадываю На эту тему Вот Поэтому Слово Надоесть Ну не знаю Мне так нравится Просто единственное что Тем более Вы понимаете Что именно С каналом Жизнь стала У меня Намного Насыщеннее Интереснее Серьезно Говорю Любим тебя За то что ты есть За то что ты даришь нам Тепло Видео А самое главное А самое главное Рассказываешь нам О своей жизни И раскрываешься Многие этого не могут Любим тебя Спасибо большое Очень приятно Привет тебе Катя Еще Виктория Просила Передать привет Я помню что у тебя Был еще другой вопрос Какой-то Если я не ошибаюсь Да Ну в крайнем случае Вика тебе привет Про парня Все все поняли Анастасия Ворнова Просила Какой сериал Смотрела последний Это скам Никого Здесь я Не удивлю Да Я очень люблю скам И я его Обожаю На самом деле Очень сильно Так Я очень боюсь Что кому-то Я не ответила На вопрос Мне всегда было интересно Почему людей Так сильно интересует Личная жизнь И я Никогда Ни у кого из блогеров Не спрашивала Один ли он Или вместе Они И мне просто Не было разницы До этого дела Что если человек Не рассказывает Не показывает То я не буду спрашивать Я всегда В вопросах Блогеру Всегда старалась Зацеплять Какой-то момент Например Вот как у меня девочка В прошлый раз спросила Что думаешь По поводу ситуации Со шпагиной Как относишься К мире Не тяжел И так далее То есть Вот такие вот Такие вот моменты Выдергиваешь И начинаешь рассказывать Вот это я понимаю Да Как бы Вот тут есть За что зацепиться В вопросе Или вот вопрос Про ресторан Или вопрос Про то Как Ты стоишь Один в очереди Мама отошла Я понимаю Что максимальное Количество Вопросов Которые были заданы Именно по поводу Личной жизни Возможно Они как-то Возможно Вы реально Как бы Интересуетесь Но мне Например Эта тематика Никогда не была Интересна Потому что Ну отношения Сразу типа Ты взрослый Сразу типа Какие-то проблемы У меня Уже друзья Успели Производиться Как бы Нормально В 20 лет Такое Я считаю Что нет Один вообще Уже с ребенком То есть Понимаете Если вы Спрашиваете То что Актуально Вам У меня Значит У вас Такие же Вопросы И к себе То есть Либо вы хотите Чтобы у вас был парень Лучше Самообразовывайтесь Чем ищите Отношения Вот Честное слово Вот Это вот Мне такой Вам искренний совет Потому что Если вы будете Интересным человеком То к вам Будет притягиваться Уже Другой уровень Людей Который будет Более интересный И более интересный Вам И более интеллектуально Развитый И так далее Если вы хотите Будете все время В воде Плавать То Пожалуйста Как бы Тусуйтесь Думайте только о том Как бы Выйти замуж Потому что Если ваша цель Тупо выйти замуж Готовьтесь к тому Что Ваша надежда Может быть Неоправданна Понимаете То есть Может быть Лучше стать там Юристом Психологом Врачом Публицистом Там Кем угодно Но у вас Должен быть Внутри Такой стержень Потому что Мужики Уходят И приходят Понимаете А Кушать надо И зарабатывать надо Вот И я просто хотела Подвести Именно итог К Окончанию Вопроса Ответа Чтобы вы Все уже раз Всегда поняли Что данная тематика Меня не интересует Ну блин Это Знаете Есть люди Которые в 50 лет Женятся Поэтому Сделать глупость Это всегда Можно успеть Понимаете Вот найти Достойного человека Который бы Там Не оскорблял Не унижал Там Еще что-то Это вот Да Это вот Сложненько А вляпаться Как я однажды Вляпалась У меня были отношения Я просто Как-нибудь Потом расскажу Это вообще Трэш Просто Как будто Я не знаю Ну Мне просто Я была такой дурой На самом деле Вот Серьезно Мне просто Не хотелось бы Садить вопрос Ответ этим Вот и все Как бы Тут ничего Сверхъестественного Нет Я надеюсь Это видео Вам понравилось Спасибо большое За просмотр Спасибо большое Что меня смотрите До встречи В следующем видео У нас будет Немножечко Другой формат Я желаю вам Хорошего настроения И чтобы у вас Все было хорошо И я на самом деле Очень надеюсь То что из вас Вырастут очень Интересные Клевые Люди Вот Прощаюсь Всегда ваши Гру Наташа Всех я очень люблю И до скорых встреч Пока Редактор субтитров Редактор субтитров